Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать топ 10 гамбитных идей всего лишь из одной позиции. Вот такая жеребьевочка. Белая c3 летит на f4, черная f6 летит на b4. Белые бьют на c5, черные на b4. Ну и естественно белым лучше всего напасть. То есть разгрузить свой сильный левый фланг. Черным надо играть cd6. Бой. Ну и лучше всего побить на b4, а если черные бьют с перебоем, вот таким образом тогда возникает первая идея, которую указал чемпион мира, кроссмейстер Сергей Билошиев. Смотрите. a b2 b3, fe3 gf6, gh4 черные меняются fg5, bc3 bc7, и белые вылазят в центр, fe5. Черные занимают бортики и начинают окружать центр, gh4. Белые сдвигают царскую шашку, играют ef2. Не сильнейший код, но тут самая главная идея. Черные играют hg7 и на ed4 играют fe7. Белые играют d e3. И вот здесь правильно было играть за черных ab6 с большим преимуществом. Но черные сыграли hg5 и белые могут провести очень красивую и техничную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые побеждают. Ну, комбинация в принципе не сложная, но эффектная. После вот такого хода cb2. Неожиданно, да? Затем играем dc5. И ловим дамку. И сразу же срубаем 5 единиц соперника с выигрышем. Первая идея. Если черные бьют на b4, когда белые играют ab2 и на ход ba5, ну, естественно, ничего не найдет нападение ba3 из-за bc7 и cd6. У белых будет ослаблен левый фланг, поэтому лучше сыграть bc3. Черные играют ab6 и на жх4 черные играют ba3. Бесполезно играть fg3. Белым лучше сразу же меняться на g5. И здесь у них возникают более приятные гамбитные позиции. Черные также разгружают свой левый фланг нападением с поля h6. Белым надо меняться fe3 таким образом. И черные подтягивают отсталую шашку h8. Белые также подтягивают отсталую шашку h2 hg3 gf6. Ну и в этой позиции в партии двух чемпионов мира Марадуло Амрилаева и Андрея Федотова возник вот такой ход de3. То есть Марадуло Амрилаев сыграл de3. Ну, лучше в этой позиции играть gf2. Давайте покажу самый сильный вариант. Черным надо играть bc7. И здесь стоит ловушка. После fe3 черные красиво выигрывают. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Они играют ab4. Такой стандартный удар в русских шашках в гамбитных позициях. И cd6. И затем прорываются на h2. И, как ни странно, спасения у белых здесь нет. Черные побеждают. Можете убедиться в этом сами. Так, вторая идея. Поэтому правильно в этой позиции играть gf6. Когда черные играют cd6, мы fe3. Ну и на ход bc5 мы меняемся cb4. То есть тоже такой стандартный размен в гамбитных позициях. На ход fe5 меняемся назад. Запасаемся запасными темпами. Извините, масло масляное. gf6, ed2, но по-другому не скажешь fe5, dc3. Ну и в этой позиции самая простая ничья после хода dc7. То есть на единственный ход fg3 черным проще всего разменяться. Вот таким образом пожертвовать шашку. Затем нападаем с поля e1. Ну и занимаем большую дорогу. Здесь у белых никаких шансов на выигрыш нет. Позиция абсолютно ничейная. Если же черные в этой позиции проведут вот такую стандартную временную жертву шашки, здесь у черных возможны проблемы. То есть это уже третья идея. Смотрите, cd2 надо бить на f6, de3, fe7, fg3, ed6, gh4. Ну и в этой позиции, так, прошу прощения, не gh4, ef4. И в этой позиции проигрывает ход fg5 напрашивающийся из hg7 и gf8. И как можете сами убедиться, черным некуда пойти. Во всех вариантах они проигрывают. А правильно в этой позиции играть только cd4. И теперь, если белые играют cb4, именно dc5. Снова проигрывал fg5. Покажу красным это проигрывает. Из-за hg7 и gf8. А правильно играть dc5. Только таким образом черные могут достичь ничьей. Ну и после размена белые играют fg5. И надо сыграть именно cb2. На постановку дамки надо сыграть именно ba1. То есть надо поставить дамку напротив дамки белых. Смотрим глаза в глаза. Ну и только здесь у черных ничья. На ход gf4 играем cd6. Ну и на ход hg7 уже ab2. То есть будем постоянно ходить по полям a3 и b2. И когда белые поставят дамку, тогда сыграем dc5 и добьемся ничьей. Так, это третья идея. В партии же Амрилаев-Федотов было de3. Ну и в этой позиции возможно еще одна идея. Правильно играть, конечно, bc7. А вот напрашивающийся план ba7 здесь плох. Это четвертая идея. Смотрите. Черные грозят ed6. Надо играть gs6. Черные играют ed6. И на ход gf4 играют dc5. Видите, если белые теперь сыграют cd4, то черные проводят стандартный размен. 3 на 3 fg7. Ну и постепенно достигают ничьей. В этой позиции белые могут сыграть сильнее. Смотрите. ed2, d7. gf2, ed6. Кажется, что белым не сдобровать. На самом деле белые здесь очень красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Идея найдена мастером Марком Макровичем в партии против Михаила Ольшанецкого. Партия 1998 года. hg5. Неожиданная жертва. И cd4. И выясняется, что черным некуда ходить. На cb4 просто сыграем dc5 и затем проведем шашку a6 дамки. Но на ход ab4 нападаем d5, прорываемся по центру. Черные сопротивляются. Но видите, белые ближе расположены к дамкам. Поэтому у черных здесь нет никаких шансов на ничью. Просто меняемся d3. Ну и постепенно побеждаем. Это у нас уже какая? Пятая идея, да? Или четвертая? Я уже сбился, друзья. То есть b7 играть на d3 плохо. Правильно играть bc7. И далее в партии было ed2, bc5. И в партии белые ошиблись. Сыграли gh6. Это не лучший ход. Ну правильно было, конечно, играть gf4. Теперь на cd6 все сводится знаменитой партии Пылаев-Абаулин 1953 года. Например, gh2, cb4, hg3, dc7, gh6, cb6, fg5, bc5. gf4. Ну и здесь черные жертвуют шашку, и белым надо делать трудную ничью. Конечно, нельзя играть fe5 из-за gf6. То есть видите, назад бить нельзя из-за комбинации ed4. И белые побеждают. Если же черные бьют вперед, тогда бьем назад. Ну и здесь белые также побеждают. Например, на размен до e5 играем f4, ed6, fe3, dc5, fg5. Ну, меняться бесполезно. Просто занимаем пункт f6 и выиграем. То есть как тут играть? Допустим, fg7, тогда уже нападаем cd4. Ну и на gh6 белые снова успевают пройти в дамки, а черные нет. То есть на ef4 играем dc3 и легко выигрываем. Такие примерные варианты. Тут выигрыш, конечно. Правильно, в этой позиции жертвовать. Аb2. Именно так и было в партии. То есть назад бить нельзя из-за комбинации. d5 и b3. Ну и черные здесь побеждают. Так, естественно, бить нельзя. Поэтому надо бить вперед. Тогда черные нападают, fe5 и надо играть gf6. Черные бьют назад. И на ход cd4 меняются. Позиция белых не из приятных. Но все-таки ничья есть. Запомните ее. ed4, cd6. И здесь спасает только сумасшедшая жертва. hg7. Если черные бьют вперед, тогда играем dc5. И на b3 идем в дамки cb6. Ну и черным проще всего пожертвовать шашку и сыграть аb2. Поставить ловушку. Здесь ничьей ведет лишь единственный ход. dc3. Все остальное проигрывает, друзья. То есть в цикноте, допустим, такой ход найти не так легко. И на постановку дамки надо сыграть fe5. Снова единственный ход. Черные играют ed6. Бьем именно на c7. Снова единственный ход. Ну и на fe5. Тут как черные уже не бьют. Просто ставим дамку и ничья. Это единственная ничья за белых. Если черные бьют вперед. Если же черные бьют назад. Тогда белые играют de3. Ну и на ход ef6. То есть видите, грозил de5. И нельзя отходить из-за ed4. И белые попадут в дамки. Поэтому приходится играть ef6. Тогда белые заходят любки. И черные жертвуют сами шашку. На cb2 белые просто сыграют fe5. А на ход hg7. Здесь тоже проще всего форсировать ничью за белых ходом fe5. Ну и после gf6 сильнейшего хода играем hg5. И черные выиграть не могут. Можете убедиться в этом сами. Так, следующая идея. То есть в этой позиции правильно было gf4 играть. А белые сыграли gh6. Теперь черные играют cd6. И белые снова ошиблись. Сыграли gf4. Этот ход проигрывает. То есть после этого хода черные могли выиграть. Вот таким образом. Играем fg5. И на ход cd4. Черные проводят размен 2 на 2. И это уже анализ Александра Георгиева. Также неоднократного чемпиона мира. Но уже по стоклеточным шашкам. Смотрите какая красота. cb2, ab6. bc3, b5. И на ход gf2. Черные красиво жертвуют шашку. ab4. И скромно играют dc7. В принципе, Александр тоже скромный. Так и есть. fg3, gh4. ed4. И на d5 выигрываем красиво. Смотрите. Черные ставят дамку на g1. И на ход ef6 нападают. Надо играть fe7. Ну и тут еще, смотрите. Жертвуют черные шашку. Играют на h8. И затем играют cd6. Ну и тут уже белым остается только сдаться. Очень красиво. Друзья, анализ Александра Георгиева. Значит, gf4 проигрывал. А ничья все-таки в этой позиции еще за белых была. Надо было сыграть gh2. Ну и здесь уже черным надо быть осторожными. Проигрывает ход cb4. Из-за хода ed4. То есть белые грозят сыграть de3 и прорваться на поле g7. Поэтому приходится играть d5 черным. Тогда меняемся назад. Ну и здесь проигрыш. Там dc7 или ed6 без разницы. Fe3, de7, hg3, de5, gh4, ed6. Меняемся назад. Ну и на ход fe7 играем fg3 или fe3. Видите. И de5 нету из-за hg7. Приходится жертвовать шашку. Ну и там позиция у черных быстро проигранная. То есть cb4 проигрывает. Также ведет к проигрышу вроде бы неплохой ход dc7. Из-за неожиданного хода ef4. То есть белые ставят комбинационные сети в черным. В чем идея? На fe5 просто выигрывает cb2. Отдаем 3. Ну и забираем сразу же 5 с выигрыша. На ход cb4 проходит вот такой удар. Тоже стандартный. de3 и fg5. Ну и белые легко выигрывают. Остается играть cb6. Тогда белые играют de3. Не давая fe5 из-за ed4. А на cb4 снова проходит этот удар. fg5. И белые празднуют победу. То есть разобрали в этой позиции. А как правильно играть? А правильно играть в этой позиции только de5. Такой вроде бы несуразный на вид ход. Но на самом деле он ведет к большому преимуществу черных. Теперь белым надо меняться вперед. И у черных есть 3 варианта. Ну комбинация ни к чему хорошему не ведет. Здесь за счет лишней шашки белые постепенно делают ничью. Просто идут в дамки. Затем отдают две шашки и прорываются в дамки. Тут выигрыша нет. После хода dc7 белые могут провести сумасшедшую комбинацию. Идея Федорова. Бориса Федорова. Смотрите. cb2 и fe5. Обратите внимание, что черным нельзя бить на b2 из-за вот такого удара. И белые побеждают. Очень красиво. Правильно бить только на f2. Теперь белые делают ход cd4. Ну и здесь у черных есть 4 возможности для взятия. Можно побить шашкой, можно побить дамкой на поле e3, на поле f4 и на поле g5. Давайте разберем все возможные варианты. Если черные бьют шашкой, то они проигрывают. Затем белые занимают большую дорогу и легко побеждают. Если черные бьют на поле f4, примерно то же самое. Только еще шашка будет здесь, лишняя g5. Тоже затем занимаем большую дорогу и легко выигрываем. Если черные бьют на g5, вроде бы кажется, что сюда бить бесполезно. Действительно так. Но белые неожиданно бьют на f4 и выясняется, что позиция проигранная. То есть следующим ходом снова, видите, грозим занять большую дорогу. А на ход f7 все заканчивается стандартным приемом. Вилка или штаны. И нападаем на шашку g7. Затем фиксируем шашку a5. Затем снова нападаем и фиксируем обе шашки. С выигрышем. Мой любимый прием вилка. Ну и наконец, как правильно бить. А правильно бить дамкой только на e3. Ну и затем белые бьют, допустим, на c1. И партия заканчивается ничьей. Вот, друзья, это комбинация Бориса Федорова. Но все-таки в этой позиции, возможно, еще более крутая идея за черных. Смотрите, ed6, fg5, d7, f4. Черные нападают f5 и у белых единственный ход d3. Черный играет d5. И на fg3 сногсшибательная идея гроссмейстера Владимира Скрабова. Аb2. Надо бить только назад. Вперед бить нельзя из-за комбинации cb4 и f6. Черные снимают пять шашек и затем занимают большую дорогу. Проводят все три шашки в дамке, строят треугольник Петрова и побеждают. То есть правильно бить назад. Тогда черные нападают, ed4. И нельзя отходить. Напрашивающийся ход f4 позволял даже мне неоднократно побеждать соперников. Играем cb4. Ну и на любой ход cb2 или ab2 без разницы тут уже рвемся в дамки. bc3. Идем в дамки. После размена идем в дамки снова. Нападаем, видите, сразу же на три шашки. И на ход ab6. Тут даже без n-шпилей будет. Все заканчивается. То есть, видите, на ab6 просто играем fe5 и легко побеждаем. Поэтому правильно в этой позиции, в ответ на нападение, жертвовать шашку обратно. И меняться gf6. Черные ставят дамку на e1. Ну и на ход fg7 здесь могут черные долго издеваться над белыми, рубить флаг. А если они сразу же двигают шашку c5 на d4, тогда здесь более простая ничья. Белые ставят дамку на h8, надо отходить. И вот самая простая ничья такая, ab2. То есть мы грозим сыграть b3 и затем разменять шашку a5 с ничьей. Поэтому черным надо играть дамкой на b4. Тогда мы играем b3. Черные отходят. И cb2. Ну и черные, видите, не успевают поймать белых. Белые разменивают шашку черных a5 и добиваются ничьей. Вот это самая простая ничья за белых. Вот, друзья, это была идея Владимира Скрабова. Но в партии было gf4 и черные не нашли выигрыша Александра Георгиева. Они сыграли dc7. Этот ход выпускает выигрыш. Теперь белые играют gh2 и на ход cb6 играют hg3. Черные играют cb4. Ну и здесь белые ошиблись. Они могли свести партию к ничейной позиции. То есть после fg5, bc5, gf4 была ничья. После жертвы ab2 позиция из партии вылаев обаулин. Но белые здесь ошиблись. Они сыграли cd4. Видимо, заметили эту идею. Не хотели делать сложную ничью. И попались на комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Давайте я разверну. Вам, чтобы было удобнее искать. Черные начинают и выигрывают. Играем bc3. Затем fg7. И затем dc5. Ну и в партии белые сыграли ed4. Черные провели еще одну красивую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. bc5. Затем fe5. И подрываем пункт c1. Кодом ed2. Затем красиво снимаем 4 единицы белых. И занимаем большую дорогу. Отсекаем белые шашки от похода в дамки. И легко побеждаем. Именно так и закончилась партия Amrilayev-Fedotov. В этой позиции гроссмейстер Евгений Кондраченко. Именно он мне подсказал разобрать эту позицию. Спасибо Евгений. Он нашел более интересный план. Если белые играют bc3. Максимальное сопротивление. Надо бить только на b4. Ну и на ход ed4. Здесь у черных очень красивый выигрыш. Смотрите. Играем b5. И в ответ на ход fe5. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти еще одну комбинацию за черных. Очень красиво. Кстати комбинация в стиле Евгения Кондраченко. Ставим дамку на d2. Так называемая присоска или контрудар. Ну и как бы белые не били. На g7 или на e3. Играем ab4. И видите. А как говорится. Один в поле воин. Одна черная шашка превращается в дамку. И легко побеждает. Друзья. Если вам понравились. Вот эти гамбитные идеи. Просто я считаю. Кладезь гамбитных идей. В одной позиции. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания друзья. И давайте воевать. Только на шахматной и шашечной досках.